За годы рыночных отношений мошенничества в сфере недвижимости значительно видоизменилось и приобрело новые способы и виды обмана, друзья. Сегодня по статистике каждое 15-е сделка на рынке недвижимости имеет признаки мошенничества. Как обезопасить себя и свое имущество? Поговорим об этом в нашей студии с гостем, заместителем начальника отдела правового обеспечения управления Росреестра по Красноярскому краю Людмилой Лац. Доброе утро, рада вас видеть в нашей студии. Доброе утро, действительно рад вас приветствовать и расскажите, какие нормы законодательные в данный момент уже действуют, чтобы защитить себя от мошенников? Закон о государственной регистрации недвижимости закрепляет, наверное, одно из наиболее действенных мер по защите собственника от недобросовестных действий мошенников. Это подача заявления о невозможности проведения каких-либо регистрационных действий без личного участия правообладателя. То есть если есть у собственника основания полагать, что с его объектом недвижимости могут быть совершены какие-либо незаконные действия, такое заявление может подать и без его личного участия никакие действия мы не будем проводить. Кроме того, учитывая, что с долями в праве собственности на объект недвижимого имущества в последнее время очень много совершается мошеннических действий, законодатель уже более года ввел норму об обязательном нотариальном удостоверении сделок по отчуждению долей в праве собственности на объект недвижимого имущества. Здесь уже на нотариуса возложена обязанность по разъяснению сторонам смысла и значения совершаемой сделки. Именно нотариус устанавливает, соответствует ли действительно содержание сделки действительному волеизъявлению сторон и нормам действующего законодательства. А можно какой-то пример привести? Потому что вы вроде как все грамотно говорите, но простому человеку со стороны не совсем понятно. Просто раньше купля-продажа доли, это являлось одной из наиболее распространенных схем мошенничества, когда неизвестно, уведомлялись ли другие сособственники квартиры о том, что сособственник отчуждает свою долю. Грубо говоря, в семье живет мама, папа, бабушка. Бабушка продала долю кому-то и не сказала маме, папе. И вот у мамы и папы проблемы с третьим человеком, который по факту является собственником тоже на равных условиях с их. Вы, наверное, тоже слышали. Вселяется такой собственник в квартиру и совершает... Начинает приносить неудобства. Всеми своими действиями вынуждает их приобретать. И такая же ситуация может быть также произведена и с владельцем, с одним владельцем жилья, правильно я понимаю, или нет? Нет, именно с долями, именно с долями, да, возникла ситуация, когда такие схемы мошенничества, они прям приобрели... Так вот теперь как раз-таки вот этот третий человек не может заключить эту сделку купли-продажи без... Да, она раньше заключалась в простой письменной форме, согласие в любом случае всегда требовалось. Просто сейчас эту сделку обязательно ввели на это реальное удостоверение. Именно через нотариуса данная сделка проходит, и соответствие этой сделке всем требованиям закона, в том числе по надлежащему извещению других со-собственников о продаже, возложено на нотариуса. Какие интернет-ресурсы можно использовать в борьбе с мошенниками? Ну, я бы обратила внимание на сайт rosreester.ru, где в сервисе справочной информации об объекте можно получить сведения онлайн, то есть по кадастровому номеру или по адресу объекта недвижимого имущества вы можете получить общую доступную информацию об объекте, а также о наличии актуальных зарегистрированных прав или обременений на данный объект недвижимого имущества. Если объектом купли-продажи является земельный участок, то рекомендуем обращаться к сервису публичной кадастровой карты. Здесь тоже по кадастровому номеру, по адресу земельного участка можно установить определенные основные характеристики объекта, начиная от категории земельного участка, вида разрешенного использования, точной площади, формы собственности и всей иной необходимой информации, которая вам поможет иметь определенное представление о том объекте, который вы собираетесь приобрести. А можете привести еще несколько примеров, может быть, таких самых вопиющих, последних, может быть, как раз-таки новых вариантов мошенничества, чтобы наши телезрители были в курсе, потому как когда ты не сталкиваешься с проблемой купли-продажи квартиры, ты и знать не знаешь, что такое вообще существует. Ну да, схем действительно много. Часто используют схему, когда маскируют под какую-либо сделку, под законный вид. Это использование поддельных документов, это введение юридически неграмотного собственника в отношении, в заблуждение относительно природы сделки, когда вместо договора залога недвижимого имущества заключается по факту договор купли-продажи. Объекты – это очень распространенная форма мошенничества на сегодняшний день. То есть нужно грамотно читать ту бумагу, которую вы подписываете? Обязательно, да. Также еще очень распространены сделки, когда скрывают информацию о наличии каких-либо третьих лиц, имеющих право пользования жилым помещением. Либо скрывают информацию о необходимости получить согласие каких-либо третьих лиц. Но наиболее распространенный случай – это получение согласия супруга в случае, если отчуждается имущество, приобретенное в период брака. То есть если один из супругов решил продать квартиру, вторая половина не согласна, либо даже не в курсе этого дела, собственник будущий приобретает квартиру и сталкивается с проблемой, что супруга была не согласна и оспариваясь с делом. Необходимо выяснить, является ли это имущество совместно нажитым, и выяснить у собственника, где это согласие, где супруг. То есть все предпринять необходимые действия, чтобы это согласие… А эту информацию как раз-таки можно на сайте Росреестра узнать? Нет, такая информация о том, что это имущество нажито в период брака, невозможно установить. Но вы можете получить выписку об объекте недвижимого имущества из реестров, в которой будут указаны актуальные сведения о собственнике, о наличии запретов, обременений в отношении объекта. Также если возникают подозрения о том, что происходила частая смена собственника в отношении квартиры, допустим, то вы можете заказать информацию о регистрации перехода права на данный объект, и из которой будет видно, насколько часто менялся собственник квартиры. И также можно увидеть, когда эта квартира была приобретена, допустим, супругой, да, и уточнить у нее, когда у них был заключен брак, чтобы выяснить, действительно требуется согласие или нет. Ну что же, огромное вам спасибо за такой ликбез. Я думаю, нашим телезрителям тоже была очень полезна эта информация. Заместитель начальника отдела правового обеспечения управления Росреестра по Красноярскому краю Людмила Лацбола у нас в гостях. Спасибо большое, что пришли к нам. Будем рады видеть вас к нам. Спасибо.